Подробности. Прямо сейчас. На ваш взгляд, чем запомнится Бенедикт XVI? Какую роль он вообще сыграл в жизни католической церкви? Ну, я думаю, сразу стоит признать, что даже если мы не говорим о его конкретных действиях, то есть его взглядах, теологии, решениях в качестве папы, одно из их решений, самое радикальное и интересное, это, собственно, его решение уйти в 2014 году, так сказать, в отставку или на пенсию, или стать почетным папой, при этом, что привело к избаванию текущего папы Франциска. Это событие, во-первых, я думаю, все знают, что это впервые за очень долгий период случилось такое, чтобы папа при жизни ушел со своего поста. Обычно папы сидят на своем троне до самого конца, и потом как бы их оплакивают, и потом уже избирают новых. Здесь у нас такая вот странная ситуация, что один папа жив, другой папа умер. И вот в этой ситуации, в которой у нас в какой-то момент было два папы, хотя один был действующий, второй был почетный, если это правильно назвать, да, поэтому эта ситуация была очень необычной, и она позволяла довольно интересным процессам происходить в католической церкви, то есть при том, что Бенедикт по факту не был, ну, папа и ничего не решал, все равно он был таким отдельным центром, вокруг которого могли собраться люди, которые были чем-то недовольны в решениях Франциска, хотя на самом деле при этом они оба в самых главных вопросах церковных сохраняли одну и ту же позицию. То есть это вот был такой очень удобный момент для того, чтобы сохранять единство католической церкви, потому что можно было как-то быть, допустим, недовольным Франциском и смотреть с обожением на Бенедикта, на его решениях, хотя на самом деле церковь оставалась объединенной. Вот такой, например, фактор важен. Я думаю, а так просто надо понимать, что человек, он всю свою жизнь активный, он всю жизнь служил церкви, то есть он был священником, он был кардиналом, в роли кардинала он занимал важнейшие просто посты католической церкви. И, ну да, достаточно важная фигура, несмотря на то, что он, может быть, менее такой впечатляющий и менее такой публичный был, чем, например, Иоанн Павел II, великий и святой, и последующий папа Франциск, который тоже в своей такой зачастую очень нетрадиционный риторик и привлекал внимание журналистов, верующих и просто людей по всему миру. Но его будут помнить, в общем, не только из-за его святости, из-за того, что он принял это историческое решение добровольно уйти со своего поста, которое произошло впервые чуть ли не за 600 или за 300 лет, за несколько веков в любом случае. Но, тем не менее, так получилось, что именно на период, пока Бенедикт XVI стоял у руля, собственно говоря, христианской конфессии, этой пришлось именно наибольшее количество скандалов, которые вскрыли факты злоупотреблений, в том числе сексуальной эксплуатации детей, священниками, католическими. Это случайность? Как так то, что это произошло именно в период папства Бенедикта? Он как-то повлиял на то, что эти факты вскрылись? Или просто действительно так вышло, что именно в момент, когда он был у руля, было наибольшее количество таких случаев? Бенедикт считается, что участвовал тоже в процессе открытия этих скандалов. Но я думаю, что больше повлияло просто время, в которое он был папой, потому что не только в католицизме, а в целом в западном мире, в церквях, что в протестантских, что в католических, и вообще со стороны гражданского общества очень активно происходило расследование этих скандалов возможных. То есть общество в целом либерализовалось, больше открытости, больше требований к прозрачности возникло, и в том числе к церкви. И в самой церкви, естественно, тоже люди есть, которые хотели бы, чтобы этого в церкви не было, хотели бы той же самой прозрачности, честности, и того, чтобы церковь была действительно маяком, водопродетели, а не каких-то вот таких коррупций и использования своей власти для насилия над людьми. Вот, поэтому Бенедикту, наверное, в этом плане, в каком-то смысле, просто не повезло, так как в его эпоху это внимание к таким вопросам стало более сильным, и все начался такой снежный ком покатился, различных исследований людей, которые стали, ну, появились люди, которые готовы были рассказать о проблемах, которые были у них, допустим, о насилии над ними со стороны священников еще там в 70-х годах и так далее. Поэтому, ну, Бенедикт просто попал в это время, и есть, да, такая версия, что его уход, он как-то связан с этим, то есть это тоже такая попытка сменить лицо церкви, чтобы продемонстрировать, что что-то изменится. И тут у нас приходит этот же Франциск, который вот начинает там с суды над известными какими-то коррупционерами и вот прочие всякие процессы. Сегодня мы видели фотографии из Ватикана. Десятки тысяч людей пришли прощаться с Бенедиктом XVI. Как вам кажется, не, ну, становится ли как-то меньше роль Папы Римского в католической церкви вообще для общества? То есть остается ли он по-прежнему такой очень значимой фигурой? Потому что если сравним с Иоанном Павлом II, ну, вы уже сказали, что он был более публичным, чем Бенедикт XVI, то кажется, я могу ошибаться, что эта роль немножко так, ну, вот, снижается сейчас. Как вам кажется? Мне кажется, что роль церкви и Папы снижается для мирского, скажем так, общества мирского человека. Нам в целом чуть меньше важно, что вот они там говорят, что они там думают. А в самом католицизме абсолютно нет. Я считаю, что Папа до сих пор имеет абсолютно центральную роль. Просто есть, возможно, некоторая проблема с именно тем, что делает Франциск, и тем, что в церкви на данный момент есть некая такая вот... Хотя она всегда была, но некоторый конфликт между такими крыльями, можно сказать, более консервативным, более либеральным, но в рамках католицизма. Вот, и в этом плане, может быть, некоторые католики меньше как-то уважают именно Папу Франциско, но в целом католизм без Папы — это довольно-таки невозможно. Вот, и да, есть, конечно, какие-то такие нюансы, например, что некоторые локальные организации, конференции, епископы имеют большую власть над своими, так сказать, верующими решениями в их провинции, чем Папа. Например, это характерно в Германии, которая сейчас конфликтует с Папой Франциском, по сути, по вопросам отношения к людям, к сексуалистам, например, к социальным людям, к возможности облагать людей замужних, к возможности женщин принимать на более важные посты в церкви. То есть, ну, либо, опять же, вот такой конфликт существует, но все равно, как бы, этот конфликт, опять же, вокруг Папы, ему нужно как-то решать что-то, принимать решение, действовать как-то, и без него ничего не будет получаться. Вот. А скажите, латвийскую католическую церковь Латвии вы бы отнесли к либеральному или к консервативному крылу? Я еще почему спрашиваю, вот вы уже упомянули этот конфликт, сейчас в социальных сетях очень активно обсуждается, почему, например, президент Латвии, Гилславиц, не поехал на похороны Бенедикта, почему Збигнир Станкевич не поехал на похороны Бенедикта. Можно ли это вот как-то связать с этим конфликтом либерального и консервативного крыла, или, в принципе, латвийская католическая церковь тоже относится к этому либеральному крылу? Не, я считаю, что латвийская католическая церковь явно более консервативная, чем многие, чем та же самая немецкая. Вот, и связано ли, почему Збигнир Станкевич не поехал на похороны Бенедикта, блин, очень хотелось бы, честно говоря, узнать, почему он так сделал. Вот, но, возможно, надо, чтобы это узнать, нужно проверить, да, вот вообще какие реакции по всему миру, много ли вообще епископов поехали прощаться именно с папой Бенедиктом. Это действительно интересный вопрос, я не могу на него ответить сейчас. Вы знаете, ну, вообще, хотелось бы как-то вот, может быть, сейчас понять, как вообще меняется роль церкви в наши дни, потому что, судя по статистике, даже в самых верующих странах, в Польше, в Америке, количество тех, кто каждое воскресенье ходит в церковь, постоянно и неуклонно снижается. Очевидно, что церковь, вообще вера, все меньше и меньше играет роли в жизни людей, по крайней мере, в христианском мире. Можно ли сказать, что это такая тенденция, которая набрала уже основательный ход, и это и дальше, и дальше будет сокращаться? И, в общем, собственно говоря, та вот католическая церковь, в том виде, в котором мы ее знали при Иоанне Пале II, уже никогда не будет столь же могущественной, как тогда? Ну, это, конечно, так и есть, все это направо, тенденция, мы называем ее секуляризацией, можно перевести ее как обмерщение, обмерение, ну, то есть общество становится более мирским, да, и роль церкви снижается, в принципе, вот, уже всю дорогу, начиная, там, ну, всю дорогу снижается, начиная с XX века, начало, начиная с точно Первой мировой войны, потом уже Второй, и потом 60-е, как бы тоже свою, и 70-е какую-то свою роль уже несут тоже в этом, и, да, и мы немножко в этом плане, как постсоветские страны, немножко отстаем в каком-то смысле, потому что у нас был этот вот в 90-х, в начале такой взрыв, порыв этой религиозности, которая была запрещена, и теперь вот ассоциировалась с чем-то запретным, с чем-то, с тем, что было спрятно от нас государством, вот, ну, в этом был какой-то взрыв, вот в 90-х и вначале, в конце, вот, прилив людей в церкви, прилив поддержки политиков в церкви и так далее, многие разные всякие проекты очень дорогостоящие реализовывались в поддержке международных организаций, церквям, то есть, ну, вот, ну, да, но потом это как бы начало тоже у нас тоже спадать, по сути, но я думаю, что такое утопленное количество людей, которые, вот, недавно был на передаче, и там мы с представителем, собственно, епископа Станкевича сидели вместе, и он рассказывал, и мы с ним сошлись во мнении, что, действительно, очень маленькая часть общества реально волнует, реально заинтересована в мнении церкви и как-то ему следует, то есть, поэтому мы, как бы, сошлись на мнении, что церковь, может быть, и имеет какие-то хорошие идеи, что для общества, но общество в целом ее не воспринимает. Поэтому, да, так оно и есть, просто какой-то определенный процент всегда останется, и, наверное, так и должно быть. Другое дело, что, например, ну, возможно, наши политики как-то, допустим, оценивают влияние церкви довольно так сильно, и поэтому могут, как, например, когда недавно, там, пару лет назад министр Гордонс вступал с каким-то духовным монологом, и он, который был опубликован на сайте, опять же, католической церкви, вот рассказывал, насколько для него важна вера, и так далее, возможно, с целью продемонстрировать тот вестим верующим, что вот он достойный кандидат, вообще чиновник, и так далее. Так что вот это вот такая неоднозначная ситуация все еще, то есть такого вот полного разложения необходимости и веры в церкви мы пока еще не наблюдаем, явно. Никита, что ж, большое вам спасибо за этот интересный разговор. Никита Андреев, научный ассистент факультета теологии Латвийского университета, был с нами на видеосвязи. Спасибо, что подключились к нашему эфиру, и хорошего вечера вам. Спасибо вам тоже, до свидания. До свидания. Ну вот, порассуждали с Никитой Андреевым о значимости, вообще роли папы, и в частности о том, какую роль играла в жизни католической церкви, ушедшая Бенедикт XVI. Очень интересно, Никита, всегда делится с нами своими рассуждениями. Ну, на самом деле, да, это, конечно, все очень интересно, но, да, мы, видимо, наблюдать будем сейчас все больше и больше. Каждый следующий папа, вероятно, будет все менее и менее, менее таким влиятельным, чем предыдущий папа. И более либеральным. И, возможно, более либеральным, да, потому что роль церкви сильно меняется в наше время, и понятно, что люди все больше и больше будут как-то уходить от церкви, видимо, если что-то не изменится совершенно фундаментальное в нашей жизни, будут уходить в какие-то другие способы проведения времени, и, в общем, будут отказываться от походов в церковь регулярных, которые были неотъемлемой частью жизни, повседневной жизни человека еще 20-30 лет назад. Редактор субтитров А.Семкин